Расскажи, пожалуйста, о новых подробностях вокруг боя Конора и Хабиба. После нашего крайнего разговора с Даной, выглядело именно так, что это тот бой, который он хочет организовать. Это самый большой бой в истории UFC. Очень большой бой в денежном эквиваленте. И ты знаешь, у Конора заканчиваются деньги, и поэтому он согласился на это. Так что его можно понять. Мы посодействуем, мы поможем ему, чтобы он заработал немножко денег. Но рано или поздно, за ним остался должок, чтобы ему надрались задницу. Он должен получить свою трепку от Хабиба и уйти с дороги. Но если это то, что хочет Дана, ты знаешь, мужик, мы сделаем это. Я знаю то, что Хабиб хочет боя с Джордж Семпиром. Но если этот бой хотят фанаты, Дана и UFC, послушай. Хабиб ничего не хочет так сильно, как закрыть Конора в клетке и надрать ему задницу на протяжении пяти раундов, при этом разговаривая с ним. Ему не нравится этот парень. Нам не нравится этот парень, не нравится его команда. Нам также не нравится, что они из себя представляют. Мне лично не нравится, что Конора показывает. Но если быть честным, мне нравятся некоторые вещи, которые он сделал. Но он думает, что он гангстер, хотя я придерживаюсь другого мнения. Но если ты считаешь себя гангстером, ты должен получить исполнял как гангстер. А гангстер либо попадет в тюрьму, либо его и забьют. И возможно, 30 декабря или в октябре Орел надерет ему задницу внутри октагона. И это то, что случится. То есть это будет в октябре или 30 декабря. Это должно произойти в октябре, начале октября, на Мэддисон Сквайр Гардене. И если у него не получится выступить в Нью-Йорке, то, думаю, будет дата 30 декабря в Вегасе, какая бы дата там ни была. Переведено и озвучено специально для Red Fury MMA. Подписывайся на канал, ставь лайк и всегда будьте в курсе событий из мира смешанного единоборства. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok